Всем здравствуйте! Всем отличные пятницы! Напоминаю, что в разделе сообщества вышел анонс на новые Блиц-консультации. Также вы можете прийти на индивидуальную консультацию. Про индивидуальную вам нужно перейти по ссылке под этим роликом, который называется «Мои услуги» и почитать, как можно записаться на индивидуальную консультацию. На индивидуальной я рассматриваю примерно те же темы, что и есть у меня на каналах. То есть если вы задумаетесь о том, что можно обратиться с таким вопросом или нет, то примерно ориентируйтесь на те расклады, которые я делаю на своих каналах, на этом и на втором канале, на дополнительном. То есть мне лично, как мастер, интересна тематика, связанная с психоаналитическим разбором. То есть неважно, какая это сфера. Это может быть профессиональная, это может быть даже любовная, но не в контексте мысли, чувства, действия, а в контексте в том, чтобы разобраться, что происходит, почему я так себя ощущаю, почему именно сейчас я думаю об этом человеке, почему мы с ним вообще встретились, что происходит. Вот какой-то анализ. Мне интересно просто как мастеру делать анализ ситуации. Плюс ко всему у меня это хорошо получается. А что-то такое другое, я не знаю, мне, наверное, будет очень сложно сделать и будет некомфортно. И мне кажется, если мне некомфортно, то я становлюсь некомпетентной и не могу вам помочь в этом. Поэтому проще, проще мне делать расклады вот те, которые вы уже видите на каналах. Ну это так, чтобы ориентироваться. Но не привязываясь к тому, что это вот только в самопознании. Это может быть и темы касательно там работы, но не, опять же таки, не в контексте прогностику. А посмотрите, что там будет. Почему? Потому что прогностика, она не работает. Она не работает. Работает только, даже опять же таки, то, что есть, это тоже такой спорный вопрос в контексте прогностики. Объясню почему. С одной стороны, мы можем увидеть наиболее яркую ветку развития ситуации. Неважно, какой этой сферы касается. Но, с другой стороны, есть вероятность того, что человек будет такой, знаете, достаточно восприимчивый к информации. И он может сам себя запрограммировать на то, что услышит. То есть понять, это действительно так было, не знаю, такое вот естественное развитие ситуации, оно привело к такому результату. Либо, услышав информацию, человек сам себя запрограммировал, и поэтому так оно случилось. Здесь у меня нет ответа на этот вопрос. А когда у меня нет ответов на вопрос, я и вам про это сказать не могу. Поэтому я не очень люблю то, в чем я не разбираюсь. Вот прогностики я не разбираюсь. По крайней мере, у меня, вот то, что я смотрю у коллег, неважно. И это не имеет отношение к качеству мастера. А даже если это индивидуально, да, то есть я обращалась к хорошим мастерам, допустим, за индивидуальным прогнозом на год, да, вот то, что мы делаем, да, годовой прогноз. И у меня не сбылось ничего, не сбылось ничего. То есть здесь я не могу дать ответ, почему, да, то есть с чем это связано. Хотя это было индивидуально, это не был общий расклад, это вот важно уточнить. Поэтому я не очень люблю прогностику. Но мне понятно и интересно вот копаться в историях людей, да, понимать, что, зачем, почему, для чего, вот как, каким образом, что изменить, что сделать. Вот такие вот вопросы, они мне просто интересны, мне кажется, и от них и пользы больше. Когда человек сам понимает свою ситуацию, он сможет взять на себя ответственность за принятие решения правильного, да. То есть, например, вопросы, стоит ли это делать, либо не стоит. Это вопрос не совсем корректный. Не потому что такого вопроса не существует, а потому что, когда ты у кого-то спрашиваешь, насколько бы он не был мастером, да, он не сможет сказать, что стоит делать и что нет. Почему? Потому что вот ваш внутренний навигатор, да, вашей души, он должен вам подсказать, что делать, а что нет. Потому что здесь, опять-таки, знаете, такая двоякая ситуация. С одной стороны, допустим, вам порекомендует мастер, да, вот карты говорят вот так, да, надо вот это сделать. Вы сделали, и у вас получилось. И вы говорите, о, какой я крутой, да, потому что, ну, я же сделала то, что мне сказали. Вот. А если не получилось, вина на кого? На того консультанта, на того мастера. Ой, ты мне сказал, у меня не получилось, ты виноват. Понимаете, здесь все зависит от уровня психологической зрелости каждого человека, когда он осознает, в чем его ответственность. Потому что получается так, что победы мы себе приписываем, а не удачи другим людям. Вот. Ну, это такие вот мои размышления, вы, конечно, можете с этим не соглашаться. Я не против. Так, сегодня мы с вами смотрим расклад на тему, что вы думаете сами о себе. Этот расклад я тоже хочу сделать коротенький, такой же, как и предыдущий. Ну, я хочу, да, что выйдет, вот, я не знаю, все будет зависеть от того, в каком состоянии я войду, в какое состояние, что увижу и что скажу. Так, позиции вы видите перед собой. Ну, вот, и мы сразу давайте с вами приступим. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек, мышку уберу, чтобы не входило в кадр, не нужна она нам там. Так, и мы с вами смотрим, да, что вы сами думаете о себе. Ой, много чего, да, по аркану мира, да, много чего. Кто-то может считать себя вообще, что я такой, знаете, целостная такая личность, многогранная, многоуровневая. Вот, осознанная, прям, на таких высоких вибрациях нахожусь, да. Много чего о себе знаю, понимаю. То есть человек, который отдает себе отчет в том, что он себя хорошо знает. Вот, либо, знаете, вот как-то прошел какой-то вот большой этап, цикл в своей жизни, и я много чего понял. И вот теперь я такой, какая я, либо какой я есть. Но, с другой стороны, здесь вы представляете себя очень многогранной личностью, да. То есть сказать вас, что вы говорите, что вот я только такой, либо такая, и больше нет, никакой нет. Здесь вот как будто бы, знаете, это как слова или выражения, выдернутые из контекста, они теряют смысл. Но здесь контекст каждый раз должен быть разный. То есть, может быть, одна и та же фраза, но сказанная в разном контексте, она имеет разный смысл. Вот это вот как раз-таки про вас. То есть вы такой человек, да. Пример, есть какое-то качество, но в зависимости от какой-то ситуации, в зависимости от контекста, вы себя проявляете абсолютно по-разному. Кто-то может сказать, что так со всеми людьми. Безусловно, но у вас это очень ярко выражено, да. Здесь не то, чтобы вы не постоянны, а вы просто по-разному можете открываться каждый раз людям. Я не знаю, это связано с настроением, либо с чем это связано, но вот здесь вот есть какая-то многогранность. И по сути вы считаете себя, не знаю, может быть, кто-то считает здесь, что это вот последнее ваше воплощение. Вот и больше я не буду воплощаться. Ну то есть вот какая-то, знаете, завершенность присутствует. Вот вы себя считаете завершенной, состоявшейся какой-то личностью. Вот так вы думаете о себе. Что еще вы думаете о себе? Ну вот маг, да. 21 аркан и сразу первый. Вот я говорю, состоявшись такая цельная личность. Что еще вы думаете о себе? Что вы умны, что вы можете решать такие достаточно сложные задачи. Хочется, хочется мне сказать, что вы хороший переговорщик, но это лишь хочется. Потому что на самом деле иногда вам это удается, а иногда у вас дипломатия хромает. Почему? Потому что очень яркое проявление вот своей вот этой вот личности, я. То есть не хватает какой-то гибкости. И это связано с тем, что вы четко понимаете, осознаете свой вот этот внутренний потенциал, на что вы способны, что вы знаете. Какой-то, знаете, большой бакграунд у вас есть за спиной. И опираясь на него, вы чувствуете себя в некоторой степени даже самоуверенным в чем-то. Не просто уверенным, а в чем-то самоуверенным. Вот. И бывает так, что вы иногда можете поплатиться за это. Поэтому в переговорах вот эта дипломатия, она может нарушаться в том случае, когда вот ваши личные, да, ваши личные какие-то качества, они выходят на передний план. То есть если, допустим, там, я не знаю, у вас тут какие-то очень серьезные переговоры на работе, да, и кто-то задел вас вот именно как личность, да, то вам будет абсолютно наплевать, там, как будет разворачиваться дальше переговоры. И вы можете, там, встать и уйти, да, с этих переговоров. Либо, там, прыгнуть из стакана воды с водой в лицо, например, своему оппоненту. То есть, знаете, вот такой некий жест, да, что я дам от себе отпор. То есть могу за себя постоять. Здесь вот иногда такие моменты проходят, когда ваша личность, она прям вот выпирает наружу, да, либо вы когда настаиваете на своем. То есть я, а потом все остальные. И иногда вот выходит вот эта вот надменность. Но это, знаете, с чем связано? У некоторых людей это связано, наоборот, с неуверенностью, да. Когда мы говорим, самая лучшая защита — это нападение. У вас это не так. У вас это связано с тем, что вы действительно очень много чего знаете. И поэтому как будто вот это вот выпячивание вот этих знаний наружу, оно как будто бы вот естественно происходит. Но со стороны это может казаться как проявление гордыни, понимаете? А для вас это может быть казаться естественным, потому что, ну, я действительно это знаю. То есть почему бы про это не сказать, да, то есть вот как будто бы отсутствие какой-то скромности. У меня такое ощущение, что вообще вот как будто бы скромность — это не про вас. Так, а еще что вы думаете сами о себе? Ну, смотрите, все великие арканы выходят, да. Как можно сказать, что вы слабая личность? То есть, да, наоборот, вы чувствуете себя достаточно справедливым человеком. И вот во всех этих арканах присутствует, ну, не считая аркана мира, да, потому что здесь женская энергия. Вот в этих двух арканах, да, такая мужская активная энергия, действующая. Здесь вот такое ощущение, что здесь вот про знание. Я не знаю, как сказать по-другому. Вот вы себя действительно считаете умным человеком, знающим. Может быть, оно так и есть на самом деле, я же не знаю, но это вот ваше восприятие себя. Что вы достаточно справедливый человек, что, да, вы причем объективны. Вы считаете, что вы объективны, невзирая на мага, который вот больше индивидуалист и одиночка. Вы все равно как-то, знаете, вот здесь такое ощущение, что при всей вашей яркой личности, да, вы все равно в одиночестве жить не можете. Вам так или иначе надо как-то пересекаться с людьми. Неважно, это будет элементарно сходить в магазин, да, и вот очутиться среди толпы. Вот. Либо, ну, как-то вот косвенно, да, может быть, даже через переписку. То есть вот полностью такое, как-то, знаете, как его, лесник, как егерь, да, пошел в лес и живет один там с природой, с животными наедине. Нет, хотя вы можете такого хотеть, это вот не ваше. Вам все равно надо пересекаться с людьми. Каким-то образом надо пересекаться. Почему? Потому что у вас есть необходимость говорить. У вас есть необходимость что-то отдавать, что-то показывать, на что-то указывать. Как-то вот управлять чем-то, вот процессами какими-то, да. Где-то, знаете, кого-то, может быть, наказывать, оценивать. Вот у вас есть вот эти вот качества. Но это вот, знаете, это как будто внутри вас заложено. То есть даже если кого-то вы там оцениваете, либо высказываете какую-то критическую свою точку зрения, не то чтобы она с добрыми намерениями. Но у меня такое ощущение, что вот не сказать вы не можете, да. Как это? Здесь я не чувствую вот прям эгоизма. Я просто чувствую, знаете, состоявшуюся личность, которая четко хорошо знает, что она хочет, да. Она себя понимает. И поэтому она соглашаться уже на что-то меньшее не будет. И вот если где-то она ощутит, что границы ее переходят, либо в чем-то ущемляют, она будет отстаивать свою позицию, она будет про это говорить. Вы не будете дипломатом для того, чтобы как-то урегулировать этот процесс как-то по-другому. Нет, вы пойдете на пролом. И вот казалось бы, да, ну, блин, можно было же по-другому. Вот нет, нельзя было, да. То есть если не я, то кто? Вот это вот ваше выражение, да. То есть если не я, то кто? Вы часто это себе говорите. Опять все-таки сказать, что это эгоистично или нет, я не знаю, я не берусь, потому что здесь нету сто процентов того, что вот знаете, какая-то там, не знаю, незрелая личность, либо какой-то детский максимализм. Нет у вас такого. Ну, внешне оно может выражаться, это как-то так. Но внутри вас нету такого. Просто когда действительно, знаете, вот, например, есть люди талантливые. Ну, они же не слепые, они же знают, что они талантливые. И поэтому как-то уменьшать свои способности, говорить, что нет, я такая посредственность, ну, это глупо. Вот. И вы про это говорите. Ну, то есть вы, в принципе, никого не обманываете. Вы говорите, я талант, да, я знаю. Ну, слышится это может быть вот иногда как-то не очень-то хорошо. Вот здесь вот в контексте какой-то оценки так оно и есть, да. То есть вы действительно можете быть в чем-то эксперт и оценивать. Но вот просто вот ваша оценка, она может быть жесткая. И отсюда она может быть неприятная. Но при этом вы будете говорить, зачем я буду там греть твои уши, я лучше тебе скажу напрямую. Не нравится, это твои проблемы. Но ты же хоть пришел, допустим, ко мне за советом, я тебе скажу так, как есть. И вот в таких моментах иногда хочется сказать, что ну, быть немножко помягче, да, подипломатичнее. Вот вы нет. Ну, это же правда. Да, безусловно, кто же сказал, что то, что вы говорите, это неправда. Но это может как-то вот влиять на другого человека не очень позитивно. Вот в чем вопрос. Вот. Что еще вы думаете о себе? Это ваше восприятие, да. Это не говорится о том, что вас так люди видят. Вообще вы очень как-то претензиозны и критичны к самому себе. То есть вот вопросы с самооценкой здесь очень ярко прослеживаются, вы очень требовательны к себе. Вы себя ощущаете достаточно позитивным человеком, смотрящим в будущее, да, который постоянно развивается, как-то взаимодействует с новым веянием, идет в ногу. Вы себя, вот видите, верховный жриц, да, тоже. Верховный жриц и маг. Чувствуете себя мудрым человеком, знающим человеком, ведущим. В принципе, вы такой, знаете, я хочу сказать, не тронь и тебя не тронут. Вот вы такой человек, оставь меня в покое, да, то есть не надо до меня докапываться, то есть не надо какие-то вот, не знаю, провокации делать в мою сторону. Ну, то есть вот вам как будто бы хочется какого-то спокойствия, да, и вы все время боретесь, сражаетесь за то, чтобы, не то чтобы вас оставили в зоне комфорта, а, ну, то есть здесь просто такая картинка мне показывает, да, сидит мужчина в позе лотоса и медицирует, 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 и к нему подходит там, я не знаю, какой-нибудь мальчик с прутиками, начинает его, вот знаете, как оно называется, тыркать этим прутиком, этой палочкой. Ну, то есть отреагируешь ты или нет, да, ты находишься в медитации или нет, ну, какие-то вот такие вот провокации все время. Ну, и хочешь сказать, блин, ну, ты же видишь, что человек медитирует, да, ему нужна тишина. Ну, вот зачем ты идешь и вот нарываешься, как говорится, на скандал. Вот у вас все время вот какое-то такое ощущение, вы так считаете, да, это ваше восприятие себя, что вот вас все время кто-то в чем-то провоцирует, кто-то на что-то наталкивает. То есть вы как будто бы говорите, оставьте меня в покое, но в том-то и дело, да, что если вас не провоцировать, то как будто бы вы, не знаю, в таком амебном состоянии, вот как здесь находится барышня, барышня, вы бы и были, да, в контексте, в формате эмбриона, дальше бы не развивались. Вы считаете себя человеком любящим, любящим касательно, знаете, вообще людей. То есть ваше отношение к людям, оно доброе и доброжелательное на самом деле. Не какому-то одному конкретному человеку, а вот в общем, если брать, то вот ваше отношение к людям, оно достаточно доброжелательное. Я не говорю о том, что если кто-то вам потом насолит, да, и вы, конечно же, оцените этого человека за его поступки. Но в общем, здесь присутствует вот эта вот забота и доброта. Какие-то понятия вселенских, вообще все, что связано с мирозданием, для вас это очень актуально. Да, то есть вы как будто бы желаете жить уже на другом уровне своего сознания, быть более, не знаю, хотелось бы вам жить в обществе людей, да, которые живут в согласии со вселенскими какими-то законами, да, не навреди, там, не причини какую-то, ну, это даже, да, не навреди. Ну, в общем, в соответствии к каких-то морально-нравственных ценностях. Но, к сожалению, вот в том мире, в котором мы находимся сейчас, вам это очень, ну, сложно делать. Поэтому вот это вот ощущение того, что вы в медитации, у вас кто-то, то есть вы никого не трогаете, а вас все трогают, оно присутствует. Плюс у вас хорошо, очень развитая интуиция здесь. Вот, и вы об этом знаете, да, то есть у вас есть вот эта вот мудрость. Мудрость. Что еще вы думаете сами о себе? Да вы думаете о себе в хорошем ключе, на самом деле? Ну, то есть вот если не смотреть на мага и справедливость, то, в принципе, это вот, еще раз скажу, какие-то такие более воинственные и активные такие энергии, жесткие. Вот, в принципе, по натуре своей, вот эти вот три аркана, да, как минимум, они говорят о мягкости, о душевности. То есть вам, с одной стороны, есть такая потребность, а с другой стороны, вы себя считаете таким человеком, что я, в принципе, мягкий человек, такие мягкие, покладистые, да, со мной можно поговорить, поговорить по душам, как-то, не знаю, поулыбаться, пообниматься. Вы очень ласковый, теплый, добрый человек, да, то есть у вас вот такие ощущения складываются, да, о самом себе. Но вот у меня такое чувство, да, что люди вас все равно видят, вот как-то вот по магу, да, по аркану справедливости. Здесь как эгоист-манипулятор, а здесь вот как прям такой жесткий критик, причем еще и консерватор. Вот люди как будто бы вас так воспринимают. Но у нас не стоит задача сейчас посмотреть, как нас видят люди, а как мы себя воспринимаем, да, что еще вы думаете о себе? Последний аркан. Ой, что вы... А дайте какой-то вот в душе своей беспокойный человек, да, есть какие-то... Есть все время какое-то трение внутри вас, да, какая-то вот внутренняя борьба. Вот вы не можете успокоиться при всей вот этой вот верховной жрице, которая указывает как раз-таки на баланс, на гармонию, на уравновешивание, да, внутреннее какое-то спокойствие. Все равно вот вы беспокойный человек. Не в контексте того, что, знаете, надо что-то сделать, куда-то пойти. Есть такие люди, у которых вот, ну, шило в одном месте, они вот обязательно должны как-то действовать. Нет, у вас внутри вот какая-то вот внутренняя неудовлетворенность, она все время присутствует, да. То есть вот самокритика, то, что я говорю, вот мне не нравится вот это, зачем я вот так посмотрела, а зачем вот так сказала, а можно было вот так, а здесь можно было усовершенствовать. Вот это вот какая-то такая возня внутренняя, да, через неудовлетворение. Вы как будто бы все время себя шпигаете чем-то таким, что надо было развиваться, надо двигаться дальше, надо вот какие-то такие мысли там еще, вот это почитать, вот это изучить, вот туда сказать. Вот понимаете, вот вы как-то не удовлетворяете, не можете найти какое-то внутреннее спокойствие, баланс, вам все время что-то надо. Но в контексте развития, всегда в контексте развития. Я не вижу, чтобы здесь, например, знаете, человек как-то заботился о материальных благах, ну вот при всех вот этих вот великих арканах, да, то есть для вас ценность жизни заключается больше в понимании мироздания и вот именно понимание причинно-следственных связей, кармы, ну то есть вы более глобально смотрите на жизнь. Не, ну видимо у вас душа уже такая, знаете, хочется сказать, с одной стороны уставшая, хотя душа не может и уставать, а с другой стороны какая-то древняя, ну очень много раз воплощались, и поэтому уже, знаете, вы не новая душа, когда вот на все смотришь, и вау, все так интересно, любопытно, и давай попробуй этот опыт, и этот опыт. Вы уже многое прошли, поэтому вы уже стали избирательными в своем опыте, в своих каких-то исследованиях. Вы это даже замечаете во всем абсолютно, да, то есть на примере всей литературы вы избирательны в том, что вы читаете. У вас может быть какой-нибудь узконаправленный интерес. Если это касается еды, да, то такое ощущение, что ну вам уже неинтересно там попробовать какие-нибудь специи, либо какую-нибудь кухню новую. Вы уже предпочитаете что-то такое, знаете, простое, привычное, без каких-нибудь там добавок, специй, соусов и так далее. Главное, чтобы она была здоровая и сытая. Ну то есть здесь человек уже, знаете, с одной стороны упрощает образ жизни, потому что он понимает ее суть, а с другой стороны уже где-то вот как будто бы утрачиваете какой-то интерес, не к жизни, а вообще интерес к людям. И вот эта вот верховная жрица, она здесь показывает любовь к людям не в контексте того, что вы знаете, вот я всех прямо обниму и зацелую, и какая я вот прям всех-всех люблю. Нет, здесь не в этом контексте, а знаете, вот как-то больше в контексте сострадания, переживания, что знаете, вот эта вот фраза всем известная, не ведаете, что делаете. И вот это вот, в этой фразе есть какое-то, знаете, смирение и понимание, что, блин, я-то понимаю, что вы проходите сейчас, какие уроки, но вы не отдаёте себе отчёт за последствия тех уроков, которые вы сейчас проходите, да, то есть вы даже не ожидаете и не знаете, что вас ожидает. Вот если бы знали, вы бы так не поступали, вот здесь вот какое-то такое отношение к людям, да, но с другой стороны вы не вмешиваетесь, потому что вы понимаете, что и вы когда-то проходили. И вот исходя из своего собственного опыта, вы очень часто такие фразы говорите, вот, но при этом понимаете, что и другому человеку нужно это пройти, потому что вас это закалило и сделало более мудрыми и сильными и понимающими, вот, значит, этот опыт нужен и другим, поэтому вмешиваться, да, здесь не нужно. Нужно, чтобы человек сам прошёл тот опыт, который вы когда-то проходили. Вот, это первая позиция. Двоечки. Смотрим вас. Что вы думаете о себе, убит поэт, что же боли? Что я ещё могу сказать? Вот, убиты, убиты, что вы убиты, горем каким-то. Что вы думаете о себе? Скорее всего, это какая-то ситуативная история здесь, да, что вы думаете, что я устала, уже как-то измотана, нету сил, уже чего-то жду, и надо ли ждать непонятно. Да, здесь, здесь как будто бы, знаете, не то, что вы думаете о себе, а вот карты показывают какую-то конкретную ситуацию и вашу физическую усталость, убитость, что нету ресурсов, не понимаю, не понимаю, куда дальше идти, что делать, а надо ли мне это делать? То есть, вот вы в каком-то таком состоянии находитесь. Что вы думаете о себе? Ну, что вы такой, знаете, жизнерадостный человек, человек достаточно позитивный, да, что вы любите эту жизнь, что вы активны, что у вас есть какие-то свои определенные цели, желания, но вам очень сложно их достигать, то есть все время есть какие-то преграды, все время есть какие-то сложности, трудности, надо с кем-то там договариваться, конфликтовать, может быть, что-то отстаивать, ну, здесь, скорее всего, это вот ситуация какая-то, не знаю. Такое ощущение, что вот вы о себе думаете, как о человеке, знаете, как вот о маленьком ребенке, которого надо, в идеале было бы, чтобы вы за ручку взяли и куда-то привели, да, потому что вот хочется сказать, вот куда не торгнусь, а вот везде какие-то проблемы, сложности, трудности, и такое ощущение, что вот, не знаю, то ли я их притягиваю, то ли они вокруг меня все время находятся, да, и как будто бы надо больше прикладывать усилия по сравнению с кем-то другим. Вот вам, у вас как будто бы сейчас может быть какой-то такой этап, когда очень много препятствий, очень много преград, и вы думаете о том, что вы думаете о себе, что, блин, мне это все надо преодолеть, мне это все надо преодолеть, здесь какой-то вот марафон с препятствиями, бег с препятствиями, какими-то трудностями сложностями идет да что еще вы думаете о себе вы не знаете что думать сейчас как будто бы не не этап про подумывание может быть где-то что-то есть такое на перспективу да но вы как будто бы не принимаете какого-то решения может быть думаете в том что в ключе того что вы какой-то сомневающийся человек вам сложно принимать какие-то решения да потому что не уверен присутствует какая-то неуверенность в правильности собственного выбора но при этом вы ощущаете особенно если вы женщина нет на борт если вы мужчина да здесь есть зависимости от вашей мамы либо от какой-то важной значимой женщины а если вот вы наоборот женщина да то вы считаете себя вот как раз таки императрицей внешне да то есть что у вас есть вот эти качества мягкости женственности причем вот именно только может какая-то эмоциональность капризность тервозность но именно в контексте какого-то женского направления у императрицы плюс ко всему ярко выраженное материнство да и забота но оператрицы есть еще и другие качества такие как уверенность напористость ну что могли бы сказать что это большей степени да как мужские качества вот этого вот у вас нет у вас нет вот это вот наглости да нету умения реализовывать свои желания с помощью других людей вот какая-то такая знаете хитрость упертость может быть в чем-то да где-то наглость умение заводить нужные полезные связи у вас этого нету я не чувствую здесь это но при этом вы чувствуете себя императрицы это уже хорошо это уже хорошо то есть особенно если вы женщина ну если вы мужчина здесь я могу сказать что вы зависим от женской какой-то энергии на то есть вашем окружении как минимум должна быть очень важно и значимой женщины и тогда эти как разки вот этот мужской архетип когда мужчина расцветает когда рядом с ним есть женщина хочет что-то для нее сделать вот в таком случае до таком случае да если противоположным до минусовом то здесь мужчины зависимые от женщины можно сказать даже какой-то вот но подкаблучник и не в хорошем смысле этого слова так что еще вы думаете о себе я не вижу чтобы здесь вот и говорю здесь какой-то этап сейчас вы находитесь в отшельнике о чем вы сейчас опять думаете о том что нужно как-то двигаться дальше до пришло время двигаться дальше что-то изменять своей жизни но это время то пришло а у вас готовности нету потому что вы еще не определились а зачем вам она ну то есть как-то знаете мы всегда иногда интуитивно понимаем что надо что-то менять своей жизни куда-то переехать пойти на новую работу на работе что-то обновить да элементарно гардероб обновить там есть на ремонт сделать то есть интуитивно нас есть вот это вот ощущение новизны но от этого ощущения до момента когда мы это действительно начинаем воплощать в реальность может пройти большой достаточно период времени потому что мы не понимаем зачем нам нужно и зачем эти на другую работу когда меня в принципе эта работа устраивает давние нету большего потока денег не нету богу развития допустим там карьерной рестнице нет какой-то перспективы ну и фиг с ней да я знаю что надо развиваться хотелось бы но пока вот так как то что-то такое вы так знаете иногда смотришь свои стены думаешь были надо бы покрасить а потом ой этот ремонт это еще там как-то дополнительные деньги расходы вот это вот грязь и нужно ну ну в принципе и так чистенько ладно там тряпочка протрешь и вот все как-то идет какие-то такие моменты то есть вы и вы еще окончательно не определились что вот вам нужно в это новое поэтому здесь скорее всего вы о себе и говорить то есть если говорить о себе только вот в двух артанах я вижу это двойка жестов и арканы императрицы что вы думаете себе что вот вы с одной стороны императрицы и да по энергиям такое здесь идет о другой страны вы думаете о себе что вы очень нерешительный человек очень нерешительный человек вот такие мысли были сегодня но здесь и какая-то вас ситуация просто одолевает и поэтому как-то нам не показали картой что вы думаете о себе какой-то просто этап такой знаете вы сложный сложный усталость присутствует что-то такое так ну и последняя оппозиция позиция номер три зелененький камешек троечки что вы сами думаете о себе что вы сами думаете о себе вы думаете что вы везучек кто-то думает о том что он везучек что у него все в принципе знаете даже не все хорошо здесь так интересно можете говорить что да я везучий но при этом у вас может быть куча каких-то нерешенных дел и проблем вот но при этом вы себя считаете каким-то везучим человеком да то есть одно другому не мешает на самом деле кто-то может себя считать например человеком который все время ходит как-то по кругу да может быть это касается чего-то одно одного конкретного может какой-то конкретного дела либо конкретной сферы как будто вы ходите по кругу по кругу проживая один и тот же сценарий но в принципе можете считать себя даже неким таким путешественником причем путешественник не обязательно физическом мире вы можете там своих фантазиях да что-то представлять вот можете даже и читать просто очень много такой литературы где говорится о каких-то новых местах о поездках о дорогах может быть вам интересно фотографии поэтому туда где вы находитесь да где вы не находились снимаете фотографируете местности вот такое возникает ощущение что вы действительно находитесь в каком-то движении до в каких-то поездках вот но кто-то знаете здесь себя по моему большей степени люди до чувствуют себя какими-то кочевниками да то есть люди которые либо очень много действительно переезжают либо путешествует либо здесь такое ощущение что вот как будто бы я не могу на на одном месте как-то заикариться пустить корни вот здесь такое ощущение что вот знаете ваша душа цыганская какая-то душа цыган кочевников которые вот как-то не могут заикариться на одном месте пустить какие-то свои корни вот все время как-то вот вы себя считаете таким человеком на что вот у меня как будто бы нету родины у меня нету вот этого вот клочка земли где я ощутил бы себя вот на своем месте и скабы что вот это вот моего места вот это вот моя сила я здесь как говорится разобью свои шатры не знаю почему здесь мне пошли эти кочевники да вот может быть может быть и где-то там прошлых воплощениях вы жили в каких-то кланах и у вас осталась вот эта вот память о важности до быть какой-то общение семье насколько это важно находиться вот на на земле здесь у меня идет что такое что-то привязанное к земле насколько это важно быть на земле а сейчас возможно там не например ты живете в городе еще там на каком-то там двенадцатом этаже на девятом этаже очень далеко от земли и поэтому у вас есть вот это вот внутренне менее комфортная не говорю о том что вы а переехать куда-нибудь там не знаю деревни а ищут что то вообще деревне это не большой такой более городской человек но при этом вот это вот какая-то знаете община и вот это вот место да где где вы живете и прямо делать это вот все должно разрастаться, должно быть очень много людей, прям какое-то вот братство, что ли, то есть объединение разных людей вокруг какой-то идеи, но это должно быть привязано как-то к земле. Вот для вас это очень важно. Вот, что еще вы думаете? Ну, может, такое ощущение, что у кого-то там предки монголы были, да, потому что мне какие-то вот эти вот юрты показывают непонятные. И вот душа ваша, она как будто бы действительно рвется, да, вот жить в каких-то таких местах. Я не знаю, почему не в деревне, но при этом вот именно как кочевники, да, ну хотя, мне кажется, и там и тут природа. Ну ладно, просто вот в ту категорию идет не на запад, а вот ближе как-то к востоку идет, к востоку. К Средней Азии, вот я бы так сказала, как-то туда. Хорошо, что еще вы сами думаете о себе? Ну, прекрасно вы думаете, знаете, великие арканы. Мне нравится, когда люди великими арканами говорят, да, что вы думаете о себе. Аркан башни. На самом деле вы о себе, кстати, и думаете в тот момент, что вы никак не можете раскрыться, что вы не можете найти свое место. Здесь ощущение того, что вот эти все разрушительные процессы, которые происходят внутри вас, да, какая-то там, я не знаю, неудачная жизнь, неудачная судьба. Вот это вот под словом неудачная, хотя вы удачны. Это связано с тем, что вы как-то не можете найти свое, свою какую-то вот сферу, да, вот нет вот этого экологичного раскрытия себя, нет у вас. Как-то, знаете, вот не могу как-то устаканиться. Вот это вот присутствует. То есть вроде бы вы понимаете, да, что хотите, но найти это не можете. Это очень сложно, особенно если, в принципе, такие задатки, они идут в детстве. Не совсем в детстве, но ближе к подростковому возрасту, да, когда ребенок не может раскрыться, он не чувствует вот как-то свою какую-то стезю. Вот вы не можете найти эту стезю. И это во всем, знаете, выражается в том, что вы как-то не можете довести до конца дела. Там устраиваетесь на работу, и вы уже думаете о том, чтобы уволиться с этой и пойти на какую-то другую. В детстве, например, вот как-то, знаете, не вписываетесь в какие-то углы, да, где-то там прошел, ударил палец, прошел где-то, ударился об косяк, да, плечо заболело. Вот какие-то вот все время удары идут, удары идут, да, вот как-то упал. Нехорошо. Такое ощущение, вот как психосоматика высказывает, как некое самонаказание, потому что я не могу найти себя, я не могу найти свое место. Вот у вас это ощущение о себе, оно есть. Вы о себе и говорите о том, что я все время все разрушаю. Почему вы разрушаете? Потому что нет вот этого удовлетворения, да, что это мое, вы не можете найти, знаете, здесь как будто бы какой-то интуитивный поиск себя идет. Не могу найти свою сферу, я не могу найти свое жилье, я не могу... Это не говорят о том, что вы там на улице живете, да, но где бы вы ни жили, вы все равно не получаете удовлетворение здесь об этом. У вас нету отклика в душе, что вот это мое. Можете там, я не знаю, иметь свою какую-то компанию, да, либо там быть там генеральным директором, условно говоря, там, я не знаю, может, юристом. Ну, то есть, находиться на хорошем месте, но при этом вы не будете чувствовать, что это мое, потому что здесь... Здесь вот как будто бы надо войти вот в контакт с самим собой. Вот если вы этого не делаете, как объяснить по-другому найти контакт с самим собой? Я не знаю, как это объяснить словами, я это чувствую. Знаете, когда вот... Вот бывает какая-то одежда, вот ты ее одел, и вот ты понимаешь, она шита по тебе, вот тютельку в тютельку, да, каждая складочка, каждая там выточка, каждый вот прям... Вот прям по тебе костюмчик шит. Вот это вот про это. Но такое ощущение, что вы не можете это найти. Я не могу понять, с чем это связано. Но в детстве вы были очень чувствительным, ранимым человеком, и родители должны были... Вот как будто бы задача была, знаете, взрастить в вас уверенность в себе. Вот это вот очень важно было, да, что если вот, допустим, вы растители бы сделали вот эту вот уверенность, вы бы не чувствовали себя сейчас вот таким человеком, каким-то, знаете, потерянным. Здесь как будто бы странник по жизни идет. Вот если бы вы не были душой, да, если бы вы не были живы, я бы сказала, что вы как привидение, да, то есть вот странствуете, вот просто. Грядете непонятно куда, непонятно во что, чем, зачем. Вот просто есть, и вот человек бредет по жизни как-то так. Он даже не в потоке идет. Он не может найти свое место, да. Как-то так. Грустненько, правда, но это вы, вы так себя думаете, воспринимаете. Что еще вы думаете о себе? Что вы хороший профессионал, что вы хороший мастер своего дела, что вы любите то дело, которое вы совершаете. Что вы целостная личность, да, что вы очень яркая, индивидуальная. Вы понимаете свои особенности, вы понимаете свои таланты. Вы не тот человек, который будет, знаете, скромничать. Ну, ладно, там что, давайте сделаю расклад. А сколько стоит? Ну, за донат. Нет, вы не тот человек, который будет делать расклад за донат. У вас как минимум, знаете, здесь может быть лукавство, да. То есть, допустим, вы знаете, что вы стоите, условно говоря, ваша консультация, да, там 5 тысяч. Но вы будете говорить, ну, ладно, 3. И то это типа как со скидкой, потому что вам как-то, знаете, с одной стороны стыдно озвучить цену, но с другой стороны вы понимаете, сколько вы стоите. Вот такая вот парадокс, да, такой очень интересный. То есть вы знаете, что 5, но 5 не можете озвучить, скажете, там, меньше, там, 3,5, к примеру, да. Вот как-то так. То есть занижаете, занижаете, не знаю почему. Но вы хороший мастер, вы хороший специалист. Действительно, здесь нету вот этого... Вы не самозванец. Вы не самозванец. Что еще вы думаете сами о себе, да, что вы, вот опять-таки, видите, дороги, дороги, дороги. Вам важно двигаться куда-то. Понимаете, здесь вы такой человек, когда вам важен результат. Даже не для того, чтобы его получить, а для того, чтобы иметь какие-то ориентиры. Вам очень важно понять, куда вы идете, к чему вы стремитесь. Вот прям это жизненно необходимо. Да, допустим, там, если хотите идти в спортзал, вот вам важно понять, а для чего я туда схожу. Допустим, если вы там, ну, стройная, да, и у вас прекрасный вес нормальный, вот, вам нужно понять, для чего я буду ходить там в спортзал, заниматься спортом. Не важно, что вам ответят. Допустим, если вам скажут, что просто для того, чтобы вы были, имели подтянутое тело, да, и для вашего здоровья, чтобы вы были здоровы. Окей, вы согласитесь и будете ходить. То есть у вас будет определена эта цель, и вам будет понятно. Но если вы просто пошли, и при этом вы не понимаете зачем, очень быстро будете бросать, да, то есть вам важна вот эта вот долгосрочность, и она вам необходима, но у вас ее нету, понимаете? Вот по аркану колесницы, здесь вот это вот поверхностное, знаете, одно яблоко попробовал, откусил, второе яблоко надкусил. Вопрос, для чего ты надкусываешь яблоко, если ты не голоден? Ну так вот, просто чтобы попробовать, ну, чтобы понять, да, например, там, я не знаю, какой у него вкус. Ну ты же даже не его, не, самое, не съел полностью, только надкусил. Ну ничего, я вот, вот хотя бы так. То есть здесь нету постоянства, у вас нету постоянства, вы не доводите дело до конца, и, впрочем, следствие, вы не получаете результат. А если вы не получаете результат, вы разочаровываетесь в себе, и вы ищете какое-то новое действие, и хотите начать заново, и вот вы пробуете, но при этом, опять-таки, не доводите. Вам не хватает вот какой-то, вот знаете, на долгосрочной основе. То есть, если вы, например, там, какой-то мастер, вот надо выбрать это направление, и, как говорится, там, 10 тысяч часов работать над этим, не покладая. Если вам не хватает терпения завершить, да, вам что-то вдруг интересно появилось, да, вот это колесо фортуны, сменилась эпоха, да, и у вас сменились ваши мнения. Я уже не хочу заниматься, там, я не знаю, термонумерологией, я пойду, там, например, изучать дизайн человека. Зачем он тебе нужен? Если ты хочешь развиваться в этом направлении. Ну, он будет как будто бы мне дополнять, да, те знания, которые у меня есть. Так ты оттачивай мастерство. Нет, у вас нету такого. Вы очень быстро переключаетесь, и потом страдаете от этого. То есть, понимаете, здесь вот это вот бесконечное движение, оно усугубляет ваше положение. То есть, можно выбрать одно направление и в нем развиваться, да, то есть то же самое движение. Но вам не хватает постоянства, вам не хватает дисциплины, вам не хватает... Не знаю, чего вам не хватает. Вы не доводитесь до результата. Очень быстро, быстро меняете. Меняете мнение, взгляды. Что еще вы думаете о себе? Ну, вы не постоянно, это точно. Что еще вы думаете о себе? Что вы умеете любить, да, что вы прекрасный, хороший партнер, друг, товарищ. Что часто сами себя ограничиваете от финансов, от материального благополучия. Но, в принципе, вы такой достаточно заботливый человек по отношению к другим, к себе как-то халатный. Вот, но, понимаете, у вас есть понимание своей собственной ценности и значимости, но вы как будто бы не можете найти применение вот своим умением и своим знанием. Вот в этом-то и заключается основная проблема. Но, в принципе, вы очень мягкий человек такой, знаете, мягкий не в контексте без внутреннего стержня. У вас очень есть прям вот этот внутренний стержень. Здесь такие, знаете, противоречивые моменты всплывают в вашем характере. Вы мягкий, добрый, открытый, да, человек. Вам нравится теплота, вам нравятся обнимашки, вам нравится ласка, но, с другой стороны, не знаю, в каких-то моментах вы можете быть прям очень такие холодные, вот как льдинки. Вот. Как-то так у меня вышла и третья позиция. Я благодарю всех за, кто досмотрел до конца за этот расклад. Напоминаю про БЛИЦ-консультации, про индивидуальные расклады и вообще вся необходимая информация обо мне. По ссылке «Мои услуги» надо просто под этим роликом нажать на эту ссылку и посмотреть, да, о моих услугах, кому интересно они и воспользоваться возможностью по взаимодействовать со мной. Мне будет очень приятно. А я пожелаю вам прекрасных выходных, всего вам самого наилучшего. В разделе «Сообщество» смотрим анонс на БЛИЦ-консультации. Если вас интересуют вопросы, приходите. Обязательно посмотрю для вас. Вот. И огромная благодарность, что вы остаетесь на моем канале, что вы продолжаете взаимодействовать со мной. Всех обнимаем. Все. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова